Пройти обследование за один день смогли около 15 юных когалымчан. Благодаря региональной акции «Детские ладошки в руках Югры». Ранее она была запущена в Нижневартовске. Теперь эта модель медобследования внедряется в районах Югры. С декабря 2023 года ежемесячно она проводится и в Когалыме. Визит в детскую поликлинику маленьких пациентов и их мам можно сравнить с веселым квестом. Игра начинается с получения маршрутного листа. Пройти ее детям помогает веселый дуэт из плюшевых героев. Перед посещением доктора, если необходимо, для поднятия духа нанесут боевой раскрас. И вот время ожидания уже не кажется таким долгим, а посещение врачей страшным. Очень приятно, что попали в такую акцию. Нам понравилось, да? Подарили нам пластилин ясминочке. Ясминочка отблагодарила, да? Что надо сказать? Спасибо большое. Спасибо большое. Учереди практически отсутствуют, благодаря специальному графику. Для пациентов продумана удобная маршрутизация. По итогам осмотров тем, кому необходимо, назначают медикаментозную терапию или направляют на доп. обследование. Прежде чем провести данную акцию и открыть этот день, мы обязательно обсуждаем это с родителями, то есть, что именно им необходимо, потому что они, как представители своих детей, им лучше знать, что нужно для своих деток. За четыре месяца углубленную диспансеризацию в рамках региональной акции прошли более 70 семей Коголыма. По запросу родителей уже прорабатываются возможности по расширению круга врачей-специалистов. Все они также будут работать в последнюю субботу месяца. Замечательная акция. Очень, конечно, удобно. Мы сегодня с младшим ребенком пришли пройти специалистов, которые, как нам казалось, нам нужны. Все очень удобно. В очередях не сидим. Прошли УЗИ, офтальмолога, сейчас зашли к ортопеду. Ну, хорошее мероприятие, потому что так в будней жизни не очень хочется записываться в поликлинику, уйти. А тут все организовано. Пришли, всех прошли. Все очень замечательно. Спасибо. Проект женского движения «Единая Россия» зашагал по всей Югре. Сегодня он реализуется на базе шести детских поликлиник в Хантамансийске, Нижневартовске, Коголыме, Тлонгипасе, Горноправдинске и Советском районе. Я думаю, что не останется ни одной территории, не охваченной этим движением. Поэтому проект реализуется. Реализуется достаточно успешно. Самыми большими помощниками, конечно, являются наши доктора. Без них мы бы не смогли уделить столь важное внимание здоровью подрастающих коголымчан. И члены молодежной палаты, работники арт-праздника, неравнодушные граждане, которые организуют досуг. И огромное спасибо. Я хочу выразить слова благодарности в адрес нашего политехнического колледжа, конкретно медикам-волонтерам, которые также очень ответственно подходят к выполнению своих обязанностей и с удовольствием выполняют те поручения, которые появляются. Организаторы надеются, что вскоре они смогут ощутить тепло детских ладошек во всех уголках России. В планах сделать этот проект всероссийским. Элина Фатхиева, Михаил Суханов, Наши города.